Бывший режиссер, а ныне пропагандист Карен Шахназаров, предложил ввести мораторий на праздники за казенный счет, читая за государственные деньги. Мне, к слову, эта идея пришлась по душе. Так вот, Шахназаров предлагает тратить бюджетные средства в текущей парадигме не на массовые гулянки, не на концерты и салютики, а направлять их, например, в помощь беженцам или людям, пострадавшим от обстрелов в приграничных регионах, семьям военнослужащих, да и самим участникам боевых действий, в конце концов, у которых тоже бед и чая не хватает. Вот я смотрю, у нас еще не день, только какой-нибудь праздник. Праздник одного города, праздник другого города. Тут выступают, тут концерты, тут, тут. Ну, слушайте, ну, бывает ситуация, когда надо вообще как-то немножко понимать, что происходит. Ну, может быть, эти, понятно же, что это идут средства из бюджета страны, из городских бюджетов. Ну, давайте эти средства дадим туда, на фронт. Ну, правильно ты говоришь? Там действительно, я получаю массу писем, там, так сказать, части присылают, да, можете помочь тем. Ну, может быть, надо вот сосредоточить все это. Может быть, надо денег дать больше этим беженцам нашим? Я понимаю, что им мало этих, как игрушки-то, детский одеяло-то этого. Слушайте, люди оказались в такой ситуации. Где-то напряглись шаман Газманов и остальные патриоты-прикаретники, того и, гляди, уйдут в оппозицию. Ну, а если без Стёба? Вот тут я только поаплодировать могу еще раз. А с абсолютно согласен с гражданином, а то странная какая-то ситуация у нас сложилась из серии «Кому война, кому мать родна». Одни, значит, пояса потуже должны затянуть и отнестись с пониманием, потому что времена непростые. А другие, миллионы, рубят на так называемых патриотических концертах, спектаклях и так далее. Я имею в виду, ну, какая-то все-таки элемент, хочешь, не хочешь, мобилизации надо проводить. Мобилизации не в смысле мобилизации, это я не военный человек, не знаю, потому что я понимаю... Мобилизацию сознания. Мобилизацию сознания и какие-то меры в этом смысле принимать. Впрочем, я-то склонен думать, что и заявления самого Шахназарова продиктованы отнюдь не самыми высокими порывами. Он ведь, давайте честно, из той же когорты бюджетных прихлебателей возглавляет государственный Мосфильм аж с 98-го года. Похоже и правда, у Карбушки уже на всех не хватает. Вот и начали ребятишки локтями толкаться, это реальная журналистика. Не совсем форматный выпуск ожидается сегодня, и тем не менее, я уверен, о таких таблоидных на первый взгляд вещах в нашей программе тоже говорить нужно. Поехали! Еще одна звезда вашему вниманию, пожалуйста, Лариса Долина, которой сто лет ничего не слышно было, люди даже уже забывать начали, что когда-то такая артистка на нашей эстраде присутствовала, и тут, значит, баба Лариса внезапно в топы ленты, в топах ленты новостей появилась. Правда, не как певица, будете смеяться, а как жертва мошенников. Чего? Того, рассказываю. Некоторое время назад Долина продала свою пятикомнатную квартиру в одном из престижных районов Москвы. Стоимость скромного, но уютного гнездышка тетеньки свыше 100 миллионов рублей. Теперь что произошло? По версии певицы, весной текущего года с ней связались какие-то люди, которые представились с сотрудниками спецслужб, по телефону связались, это важно, и предложили стать участницей оперативной комбинации по поимке особо опасных преступников. Роль артистки в данной игре заключалась в том, чтобы выступить в качестве продавца собственных квадратных метров, полученные от сделки деньги перевести на «безопасный» счет, ну а дальше типа дело техники, в смысле в работу должны были включиться правоохранители, и всех злодеев благополучно поймать. Еще в апреле какие-то люди по телефону убедили Долину, что ее активы под угрозой. Сначала выманили у певицы 68 миллионов из ее личных накоплений. Потом убедили продать ту самую недвижимость в хамовниках, а деньги перевести на «безопасный счет». Уже давно известна схема, когда человека таким образом раскручивают псевдосиловики или, например, липовые представители Центробанка. Но распознать обман Долина, по ее словам, не смогла. Ты втираешь мне какую-то дичь. Продала, причем не понарошку, а подписав все необходимые документы. Полученные деньги действительно перекинула бог знает куда и бог знает кому. И только когда в дверь позвонили новые собственники квартиры, бабулю осенили, что что-то пошло не так. Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины. И только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение. Чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды. В интересах предварительного расследования более каких-то углубленных комментариев я сейчас дать не могу. Нет слов. Хотите честно? Вот в моем понимании данная версия чистая сказка. И не выдерживает вообще никакой критики. Ну что за бред, блин, сами подумайте. Публичному человеку звонят по телефону. Здравствуйте. Мы из органов госбезопасности предлагаем вам стать участником оперативной комбинации по телефону. Публичному человеку, которому очевидно, всякие разные сумасшедшие названия, да, названивают с завидным постоянством. Уж мне-то названивают, а ей, я уверен, тем более, ага. При этом никуда не пригласили, очной встречи не было. Не предложили подписать никаких бумаг о сотрудничестве. Просто позвонили по телефону и она согласилась. Но еще смешнее, что продать-то надо было не комплект нижнего белья и не крынку молока, а элитную квартиру за сто с лишним миллионов потом еще и деньги кому-то отдала. Да вы пошутили, что ли? Причем делается все так, по принципу такого компота, значит, вот берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают, потом, значит, создают вот такой продукт и предъявляют его. Разобраться в этом, естественно, человеку, который это смотрит, довольно сложно, а если еще за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный. Но если бы на этом все и закончилось, теперь Долина на серьезных счах просит предоставить ей государственную защиту, и уж тем более никуда не выселять, оставив право собственности, общественность проглатывает онную байку тоже. Внимание, вопрос. Давайте без стюба сейчас предположим, кто-то из вас, из нас, из простых смертных, оказался бы в похожей ситуации, продал квартиру по собственной глупости мошенникам, профукал до кучи полученные деньги, а потом не захотел из той квартиры выселяться, мол, ну я же не знал о том или не знал. С вами бы тоже сюсюкали, а госзащиту бы предоставили? Впрочем, можете не отвечать, поскольку мы все и так прекрасно знаем ответ на этот вопрос. Что бы было дальше? Суд, судебные приставы приехали затем с полицейскими и вышвырнули бы в подъезд вас вместе с вещами за пару минут, потому что с точки зрения закона, ну ты эту квартиру действительно продал, у нее новые владельцы, все, гуляй, Вася. И ни о каких квартирах в Москве не мечтай, ясно? Мне вообще кажется, что вся эта история больше пиар-ходом попахивает. Запахивает, забывать начали, к бюджетам реже допускают, вот и придумали пиарщики, тети, всю эту ересь. Ну или есть еще предположения от вас, от моих зрителей, кстати, поступили, возможно, от долгов, от кредиторов уходят. Возможно, вообще из страны свинтить, а я хотела, не срослось. Ну а пропагандисты просто решили обернуть ситуацию еще и в свою пользу, Ну прикрутили туда украинский след, сами только что слышали, как-то так. А если еще за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный. Ну и конечно не мог пройти мимо нашей с вами любимой звездочки Мизулиной, которая намедни подала в суд на пропагандиста Лебедева иск о защите чести и достоинства. Вот так это надывается, достоинство и честь Мизулиной. Ладно, напомню, что оскорбилась мадам из-за интервью, которое Лебедев давал Юрию Дудю минувшим летом. Тут надо сказать, что Дудь признан Россией иноагентом. Так вот, в том интервью прозвучали непечатные оскорбления личного характера, за которые Мизулина намерена потребовать от обидчика аж 10 миллионов рублей моральной компенсации. Лебедев правда за он и как будто бы извинился, как будто бы. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами. У меня есть набор претензий к общественной деятельности Екатерины Мизулиной, я никогда не скрывал своих взглядов и продолжаю их придерживаться. Но то, что могло сложиться, такое ощущение могло сложиться у зрителя, у слушателя, что я называю ее ***, это, конечно, совершенно не то, что я имел в виду. Аккуратнее с языком, младый человек. Ну да бог с ним, кстати. Никогда не думал, что такое скажу. Но в части данного спора я правда не могу с этим мужиком не согласиться. Нет, я не про личное оскорбление. Чувак явно без тормозов. Это не нормально, сами только что слышали. Даже, извиняюсь, умудрился снова перейти на личности и снова плюнуть в барышню. Я говорю про ту часть Лебедевских претензий, где он высказывается относительно деятельности госпожи Мизулиной, потому что я вот тоже не понимаю, чем она. И ее Лига Безопасного Интернета вообще занимаются. Результат-то от их деятельности какой? Ну нулевой же. Хотите примеров? Их есть у меня. Обязательно, ну ту же ВК, например, на которой тот самый Лебедев теперь вещает. Ну ведь рассадник порнухи. Об этом знают все. По Рунету уже мемы гуляют, мол, ВКонтакте клубнички больше, чем на Порнохабе. Мизулина ничего не видит. В Телеграме сколько всяких фейковых аккаунтов, которые распространяют в том числе откровенную мерзость Дурову за это во Франции предъявили. И опять. Мизулина ничего не видит, господи. Да мы устанем пальцы загибать, сколько проблем по ее направлению лежит на поверхности. Прокопнуть поглубже я даже не предлагаю пока, но Мизулина усиленно не хочет ничем этим заниматься. Почему? Да потому что Мизулина занимается исключительно самопиаром. И все, больше ничем. Когда я совсем один. Господи, да она даже доносы пишет, благодаря которым прославилась только для самопиара, хотя нет, вру. Еще для того, чтобы закошмарить интернет-звезд и топовых блогеров, с которых так совпало, можно еще и чем-то поживиться. Это ведь, как правило, не бедные люди с миллионными-то аудиториями, с которых действительно есть что взять. И вот она их раком ставит по очереди. Не то сказали, не того поддержали и прочее бла-бла-бла. Ну что ж, мы видим продолжение работы со стороны Федеральной налоговой службы и Следственного комитета России по возвращению налогов, которые недоплачены блогерами в бюджет нашей страны. Многие блогеры действительно многие годы уклонялись от уплаты налогов. Сколько можно, ёп? А потом вдруг бац, вчерашний опальный блогер побежал к Мизулиной на поклон, зазвучали публичные извинения, совместные фотки по сети полетели огромными тиражами. Видимо, о чем-то договорились, интересно, о чем. А самое смешное, Мизулина, она ведь никакая не чиновница. Она не представляет государство, ее лига, это частная лавочка. Но дама усиленно поддерживает миф о том, будь то она государев человек, зачем? Вот и подумайте на досуге, а продолжить эту историю предлагаю уже в следующем выпуске. Там действительно есть о чем поговорить. У нас просто время уже, хронометраж-то ограничен. Так, переваривайте реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуют. Солное помогает в продвижении видео. В соцсетях тоже ждув, друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok